Исконно-посконно это история о том, как СССР отважно убил целую отрасль своего сельского хозяйства, которую преуспевал еще со времен царской России. Речь о коноплеводстве. Сегодня слово «конопля» или «каннабис» вызывает лишь тонны шуток разной степени толщины. А ведь российскую и советскую коноплю ценили не за веселые вещества, а за пеньку и волокно. Волокно могли бы применять в строительстве, изготовлении тканей, бумаги, веревок, масла и даже круп. Спустя полвека после этого убийства мы готовы сказать, что все было зря. Наркоманов меньше не стало, а вот за выращивание конопли вступились даже те, кто должен с ней бороться. Юлия Порнова отправилась в Инсарский район. Там находится единственный в России пенькозавод и плантации конопли. Выращивание конопли – весьма специфическая отрасль сельского хозяйства. Борьба с наркоманией практически полностью уничтожила этот промысел, хотя еще 50 лет назад. До присоединения СССР ко Всемирной единой конвенции о наркотических средствах 61-го года коноплеводство было одной из ведущих отраслей сельского хозяйства страны. В совхозе красный коноплевод в Мордовии уродилась конопля небывалого роста. После фактического убийства отрасли страна стала покупать. Заморский джут на веревке и канаты. От травокуров, ради которых все и затевалось, меньше не стало. Понимание пришло лишь в середине десятых. Тогда шеф наркоконтроля признал – посевы промышленной конопли с низким содержанием психоактивных веществ вытеснят коноплю, пригодную для курения. Вроде бы всем хорошо, коноплю снова разрешили сажать. Вот только конопляная отрасль к этому моменту была фактически мертва. В России из нескольких тысяч заводов закрылись почти все. Последний в Инсаре дышал наладан. В 2012 году это было еще единственное предприятие в России, которое перерабатывало именно стебель конопли на волокно. Это было старое советское оборудование, старый цех. Приехали, посмотрели, поняли, что люди еще помнят, как это делать, как выращивать, как убирать, как перерабатывать. Это, наверное, стало таким определяющим в выборе региона. Александр Кучинский – один из немногих в России специалист по промышленной конопле. Похоже, что он знает все несмешные шутки про это растение. Но мы не про юмор, а про силовиков. Вопрос, который мы не можем не задать. Не мешают ли вам силовики? Опять же, отличная сторона других регионов именно в Мордовии. То есть, почему мы приехали сюда? Здесь эти предприятия были в большом количестве еще в советское время. И мы застали одно еще действующим. Соответственно, люди знают, как это делать, как выращивать, как перерабатывать. Органы местного самоуправления знакомы с этой культурой. И, соответственно, силовые структуры тоже знают, что это такое. Потому что из года в год это продолжало высеваться в Мордовии. В других регионах несколько иное отношение. Даже, я бы сказал, кардинально иное. Там это воспринимается все, прежде всего, как наркотическое растение. То есть, там забыли все о том, что есть техническая конопля. О будущем российского коноплеводства мы беседуем на складе. Нас окружают тюки конопли, которые убрали с поля. Периодически мимо проезжает погрузчик, чтобы подать очередной тюк на линию переработки. Единственную в России, кстати. На которую сейчас вся надежда. Российских технологий выращивания и переработки конопли не осталось. Искать пришлось по всей Европе. По понятным причинам, европейские производители пеньки не слишком стремились помогать русским. Нашли комбайн, которых производили всего четыре в год. Мы очень настоятельно себя позиционировали. В общем, настояли на том, добились, что нам сделали пятый комбайн. Первый наш урожай был похож на небольшой лес. То есть, это достаточно толстый и высокий стебель. Это 4 метра растения в высоту. И диаметром порядка 8 сантиметров. И этот комбайн, скажем так, видимо, не ожидал так же, как и мы, да, такого напора. И поэтому чуть не хватало ему. Ну, сейчас уже научились. Научились делать все правильно. Растения мы стараемся по высоте, чтобы не превышали 3 метра. И делаем достаточно высокую норму высева, чтобы они были тонкие, более легкие в уборке. Но при этом количество волокна ничуть не меньше. Внутри огромной линии конопля проходят многочисленные сеансы массажа. Малоценную сердцевину растения, костру, отделяют от внешней оболочки из волокон. Костра бежит по конвейеру вверх. И это сырье пойдет в строительство, животноводство и садоводство. А вот волокно отправляется дальше по пути, подвергаясь трепанию и вычесыванию. Непосредственно нашим предприятием производится, прежде всего, это волокно. Да, вот вы можете увидеть то, что мы видели с вами в производственном цехе. Это уже в дальнейшем из волокна мы уже производим как раз теплоизоляционные материалы. Да, это вот аналог минеральной ваты. Из волокна производят крученые изделия, канаты, веревки, пеньковые. Из костры можно делать как раз гранулы, которые также используются. У нас вот костра используется, я рассказывал, как в виде подстилки для лошадей, для птиц. Эти же гранулы можно использовать в виде топливных брикетов. Также мы с партнерами производим масло. То есть, если уже в этих продуктах питание, то это как раз очень полезно. Мордовской пенькой очень заинтересовались представители автоконцерна BMW, что же нашли баварцы в Мордовской конопле. Как удалось выяснить, автозавод намерен использовать коноплю для создания композитных пластиковых панелей для отделки салона. Производство пеньки из отечественной конопли сейчас фактически монополия Мордовского завода. Пенька востребована в промышленности, из нее делают сердечники для стальных канатов. В Западной Европе блоки из конопли используют для строительства домов. В России пока такие не строят. Однако, несмотря на все перспективы, конопляный бизнес сложный и затратный. Пока вернуть вложенное не удалось. Однако люди надеются на ренессанс коноплеводства. Юлия Парунова, Владимир Гин. Программа «В центре внимания».